По договору между двумя странами правительство Китая предоставляет Монголии льготный кредит в размере 500 миллионов долларов США. Почти половину этой суммы, 200 миллионов, планируется направить в сельское хозяйство и перерабатывающую индустрию. В Монголии не хватает современных элеваторов для хранения пшеницы, поэтому в различных регионах страны мы планируем на эти средства построить зернохранилище объемом до 80 тысяч тонн пшеницы. В столице будет построен крупный центр оптовой торговли с холодильниками для хранения до 10 тонн мороженой продукции, включая мясо и морепродукты, 10 тонн сухих продуктов, 5 тонн плодов и ягод. Из поступивших 8 тысяч единиц техники, тысяча машин уже распределена. Фермеры Монголии, узнав о программе, заблаговременно подали заявки. Каждый трактор стоит 5 миллионов тугриков. Желающие приобрести технику вносят предоплату в размере 50%, а оставшуюся сумму обязуются выплатить в рассрочку в течение пяти лет. Здесь тракторы двух типов. Из 8 тысяч 5 предназначены для земледельцев, они с плугом, а 3 тысячи для сенокосных работ. Мы обратились к китайцам с просьбой сначала ввести больше тракторов для уборки сена, учитывая, что сейчас пик работ, поэтому прибыло 1800 таких машин, а оставшиеся 2200 – это тракторы для земледелия. Пока люди не спешат приобретать их, так как работы по вспашке земли уже завершены. Специалисты говорят, новая сельхозтехника мощностью в 25 л.с. оснащена современным оборудованием. Трактор удобен в управлении, его вспомогательная система включает косилку и культиватор. Я из Самона Умнудылгэр, хантийского Аймака. Буду использовать трактор для заготовки сена и кормов для скота. Такую технику приобретаю впервые. Мы раньше заготавливали около тысячи снопов. Думаю, трактор поможет нам справиться с этой работой легче и быстрее. Заявки на приобретение тракторов были поданы месяц назад. Сегодня животноводы наконец получают свою технику. Многие прямо сейчас отправляются в обратный путь в самые удаленные Аймаки страны – Дарноцкие, Хантийские, Ховсгульские. Продолжение следует...